Всем привет, мои дорогие друзья! Я очень рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Если есть те, кто видит меня сегодня впервые, меня зовут Элла, и здесь у меня в основном все про духи, про ароматы и парфюмы. В сегодняшнем видео я хочу вернуться к теме вот самых-самых комплиментарных ароматов. И это не просто такие парфюмы, которые собирают комплименты, но которые и звучат, знаете, действительно статусно, роскошно, дорого, богато, как мы обычно говорим. В общем, друзья мои, такая будет сегодня у меня подборочка. Кому это интересно, оставайтесь со мной, кто еще не подписан на мой канал. Если вы увлечены парфюмерией, подписывайтесь. Всегда всем очень рада. И как всегда, устраивайтесь поудобнее, берите что-то вкусненькое и поехали! И, друзья мои, сегодня, как я уже сказала, самые комплиментарные, просто самые-самые такие ароматы, которые звучат очень статусно, очень роскошно, не побоюсь этого слова. И, как всегда, свою подборку начинаю с моей любимой марки Killian. Аромат, который покажу, наверное, кто с ним знаком, будет со мной полностью согласный. Аромат из линейки ликеров Angel's Share. Доля ангелов вот в таком граненом почти, да, флаконе, как вот бокал для виски. В общем-то, аромат линейки ликеров, поэтому и оформление флакона соответствующее. Вот такой насыщенный, прям коньячный цвет, соответствующий, в общем-то, изучению аромата. И, конечно же, это доля ангелов. Вот этот ликер от Killian собирает просто массу комплиментов. Я сейчас его активно ношу, и вы знаете, на него, ну, просто, ну, каждый второй делает комплимент. И я, поскольку я раньше просто принимала комплименты, говорю, да, спасибо, очень приятно. То есть сейчас я просто набралась наглостью и стала спрашивать людей, особенно вот если незнакомые люди делают комплимент, а что им именно понравилось вот в этом аромате, почему вот они отметили этот парфюм. И вы знаете, если говорить об этом аромате, то о нем вот всегда говорят, что это какой-то очень красивый, уютный, такой алкогольный вот напиток, который не просто хочется пить, а вот, как мне сказали, его хочется прям вот постоянно еще и обоняться, то есть снюхать. Вот такой этот прекрасный аромат, он действительно окутывающий, согревающий, вот как нельзя лучше в осеннюю пору звучит. И, конечно же, качественный алкоголь, нота коньяка, которая здесь очень хорошо слышится. Знаете, с такой прекрасной корицей, и хоть здесь нету ноты яблочной, ну, то есть нету никакого яблока, но я вот представляю, что это какой-то вот пирог шарлотковый с корицей, вот это яблочко сладкое, потому что здесь есть и ваниль, и в базе эта красивая древесность. Конечно же, вот эта вот сластинка вот с этой корицей, потому что здесь есть и ваниль, и даже нота пралине, поэтому аромат есть, он не переслащенный, но все-таки вот эта доля такой гурманики присутствует. И в базе вот эти красивые древесные ноты. Во-первых, и дуб, как такое впечатление, как будто вот этот коньяк благородный, напиток был настоен вот в этой дубовой бочке. И еще плюс нота сандала в базе. В общем, это такая алкогольно-гурманская история, очень красивая, вот с этой прекрасной корицей, вот этим пирогом-шарлоткой, который вам подали на закуску, и красивыми древесными, такими благородными нотами. И, как я уже сказала, его отмечают как действительно шикарный такой алкогольный напиток, который хочется еще бонять. Ну и, естественно, с этим человеком, на котором нанесен аромат, тоже хочется быть рядом, чтобы чувствовать этот парфюм. Очень комплиментарный. Звучащий действительно, он действительно звучит дорого, этот парфюм от Киллиана. И, в общем-то, я хотела сказать, что этот парфюм сделал парфюмер Бенуала Пузо. И как только вышел аромат этот, он стал сразу бестселлером в продаж у Киллиана. Я его, конечно, очень обожаю и ношу с большим удовольствием. И, знаете, дорогие мои, кто любит, естественно, и гурманику, и вот такую красивую алкогольность, я очень советую, кто еще не знаком, познакомиться с этим парфюмом. Ну а кто знаком, пишите ваше мнение. Angel's Share – хорошая стойкость, красивый шлиф, который отмечают. А я перехожу к следующему аромату, и это уже, скажем так, аромат от марки Amouage. Парфюм с мужской полочки. Это аромат Fade for Men. Показываю в коробочке, чтобы передать вам, в общем-то, как оформлен аромат. Это и роскошь в оформлении, как и все, Amouage действительно дорого, богато. Вот такая золотая коробочка. Скажу, почему мужская версия. Этот парфюм мне понравился вот сразу, с первого затеста. Я его заказала, и я очень-очень рада. Говорят, что Fade мужской и женский снимают. Поэтому, если вы, как и я, любите и ароматы Amouage, и красивые, такие дорого звучащие, объемные, такие, знаете, многослойные парфюмы, попробуйте и успеете его сейчас приобрести. Давайте открывать, покажу вам флакончик. Fade – судьба. И не случайно на коробочке здесь вот такой, как в форме часов, за знаками зодиака, как вот настоящее, знаете, в картах Таро есть колесо судьбы. Там тоже оно вот в виде таких изображений. Поэтому судьба здесь, конечно, на этой коробочке запечатлена. Хочу сказать, что здесь вот видите, рука тоже, которая отсылает вот хиромансии к тем же предсказаниям Таро. В общем, аромат оформлен очень красиво. Вот так открывается эта коробочка и вот этот красивый флакон. Сам он тоже вот с такими разводами, как у Amouage. Все очень красиво оформлено, этот на магнитике колпачочек с такими, знаете, вот этими кристаллами, как все, Amouage. Ну и сам аромат, вы знаете, он для меня звучит, как вот настоящая восточная сказка. Его, почему я сказала, что с первого теста мне он понравился, это уже действительно восток. Спецово, такой бальзамичный и очень красивый такой, знаете, тоже согревающий, окутывающий парфюм. Это вот настоящая восточная сказка. Здесь очень много нот, но это еще одна для меня вот лично такая красивая работа на тему бессмертника Ладана. Очень много пряных нот различных. Я даже не буду повторять пирамиду, потому что она очень объемная. Хочу сказать, что здесь тоже вот эти яркие специи, и кумин, и шафран на старте, есть даже имбирь. Есть вот эта характерная нота полынь, которая дает некую такую горчинку парфюмам. Ну и, как я уже сказала, Ладан Бессмертник, это, я считаю, такие центральные ноты. Очень красивая нота Лабданума здесь слышится. Есть даже Капаху бальзам. Ну и, конечно же, то, что подслащивает этот аромат, это шикарные бобы тонко. И, знаете, такие красивые древесные ноты и ноты Лакричника, которые я не очень люблю. Но в этом аромате настолько все красиво, и я вам уже сказала, что это просто какая-то роскошная восточная сказка. Когда я ношу этот аромат, не бойтесь, вот хоть это мужской парфюм, но вот правда, я хочу сказать тем, кто, может быть, обходит мужские ароматы, не пробует. Я сейчас обращаюсь к женщинам, конечно же. Не бойтесь пробовать мужские парфюмы. Вот в этом аромате нету действительно ничего такого вот прям, то, что выдает мужской парфюм. Это абсолютный унисекс, очень приятный, такой спецволаданный, очень красивый, многослойный парфюм. Еще раз хочу сказать, повторюсь, действительно, как такое, знаете, жидкое золото, восточная сказка. Представляешь себе какой-то прям, не знаю, шахерезатый во дворце, вот подишаха, вот со всеми убранствами роскошными, вот с этими благовониями восточными, которые используются обычно. И вы знаете, почему этот аромат очень дорого звучит? У него действительно очень-таки благородные, дорогие вот эти компоненты. И когда мне на него делают комплимент, они его очень часто делают комплимент. Я тоже вот спросила, да, это уже, так скажем, мое близкое окружение, я сказала, а что вам вот нравится в этом парфюме? Потому что мне сказали, ой, какой прекрасный аромат. Так вот, мне именно сказали, что это пахнет аромат, как будто запах действительно какой-то роскоши. И тоже мне сказали, как представляется сразу, вот как минимум дворец какого-то султана или подишаха, то есть это действительно такая восточная роскошь. Аромат очень стойкий, у него очень красивый вот этот вот такой завораживающий шлейф. И, как я уже сказала, это спецсово ладаный восток. Очень благородный, очень красивый парфюм. Кто не попробовал, попробуйте этот фейд от Амуаж. Ну, а я перехожу к следующим, поскольку мы говорим о арабской парфюмерии. И на тему арабской сказки перехожу плавно к другому аромату, очень дорого звучащему. И это Роза Раби из линейки Армани Приве Джорджо Армани. Показываю всегда оформление в коробочке, потому что очень мне нравится, как оформлена эта линейка. Вот так выглядит тоже красивый фалакончик с золотой крышечкой. Тоже, опять же, само оформление шикарное. Ну и, конечно, звучание. Роза Раби, то есть арабская роза. Конечно же, это тоже восток, чувственный, очень роскошно звучащий. Только это уже аромат из вот этой линейки Армани Приве. И вы знаете, друзья мои, я не знаю, может быть, существует разное мнение, но на мой взгляд, вкус, на мой нос, одно из самых дорогих сочетаний в парфюмерии – это сочетание розы и уда. И вот этот парфюм именно вот на эту тему – сочетание очень красивой, благородной розы, причем такой яркой, я бы сказала, бордовой, красивой, насыщенной розы с удом, именно звучащим по-восточному, не холодный медицинский и не слишком такой, знаете, индольный уд, а именно такой мягкий, прекрасный вот этот древесный уд. Ваниль и почули, всего четыре ноты. Но это такая завораживающая красота. Да, и, конечно, на этот аромат тоже всегда идет комплименты. У него хорошая стойкость. Мне он очень нравится, особенно в холодное время года. Розу и сочетание розы и уда я люблю. У меня несколько таких вариантов ароматов, вот сочетание их тех нот. Но все-таки вот роз Дороби мне нравится, ну, скажем так, очень и очень. Это один из моих любимчиков, конечно же, вечерних ароматов в большей степени, потому что такая роскошь обязывает и как минимум приодеться нужно. Но на него часто делают комплимент и тоже отмечают, что звучит он по-роскошному. Просто, ну, просто вот действительно дорого-богато, как говорят. Ну, и поскольку вот одна моя подруга все время говорит, я тоже тебя вижу какой-то прям вот шахеризадой в золотых одеждах. Вот в золотых одеждах очень богатые какие-то украшения. И вот этот аромат. Аромат однозначно роскоши такой, знаете, прям все утопает в золоте. И, конечно же, сочетание красивой вот этой розы и уда. Аромат очень, я бы сказала, по-восточному чувственный. Он имеет свою вот эту толику, вот эти чувственные пачули. Красивая эта роза, конечно, делает его женственной. Но в то же время это унисекс. Я слышала этот аромат на мужской коже, он тоже звучит красиво. Так что мужчины тоже не обходите эту красивую арабскую розу от Джорджо Армани, приватной линейки. Ну, и опять же, следующий аромат. Это тоже сочетание розы и уда. Я вам сказала, что эти ароматы звучат шикарно. И это уже парфюм от Тома Форда. Покажу необычную позицию, я уже показывала. Это такой, знаете, вода для тела, ароматическая, нуар, демнуар. Это мой любимый аромат от Форда. Долгое время был моим парфюмерным я. У меня был и флакон. Кончился. И, вы знаете, я нашла для себя вот этот вариант. Он называется All Over Body Spray. То есть, спрей для всего тела, который повторяет полностью звучание самого парфюма. Кстати, парфюм выложу. Но в то же время, такая, знаете, вот концентрация, то, что надо. Стойкость очень хорошая. И мне хватает на целый день. Потому что парфюм, конечно, это просто зашкаливающая стойкость. Немоверный шлейф. У этого спрея его, как бы, можно наносить, знаете, так щедро. Потому что здесь это другая концентрация. Такая воздушно-капельная смесь. Здесь 150 мл. Конечно, нельзя сравнить с парфюмом, в том плане, что по объему. Но его хватает надолго. И мне очень нравится вот такая концентрация. Ну и нуар, демуар. Сам аромат уже в названии. Вечерняя тоже история. Это аромат, конечно же, тоже торжественный, праздничный. Который больше, конечно, надеваешь вечером. И он однозначно собирает комплименты. И здесь тоже сочетание вот этого, как я вам говорила, богатой розы Иуда. Только еще обрамленные другими нотами. Вот фирменными трюфелем. Нотами Тома Форда. Это фирменным его трюфелем и красивейшим шафраном. Вот если говорить о звучании этой розы. Она действительно, здесь роза тоже, как бы вот то, что касается цветочной ноты, она главенствующая. Бордовая тоже очень такая насыщенная роза с этим красивейшим удом. Тоже здесь такие же шоколадные чувственные пачули. Даже еще более такие манкие, чем вот в аромате роз Дороби. И вот шафран, который придает глубину звучания всей композиции. Этот парфюм, ну просто, знаете, по-мистически, наверное, вот красив. Для меня это какая-то вот тайна, загадка. И когда мне на него делают комплимент, у него такой, знаете, красивый длинный шлейф. Очень прекрасная стойкость. Когда мне делают на него комплимент, я спросила одного мужчину, который сказал, боже, какой этот шикарный аромат от вас. И я спросила, что ему конкретно понравилось. И знаете, на что, как он ответил? Он сказал, что так может пахнуть только очень вот шикарная женщина во всех отношениях. И этот аромат такой, хотя многие даже мужчины любят этот парфюм, но для меня это просто какая-то вот манящая женственность, очень комплиментарный. Не знаю, я об этом парфюму дала Оскар. Я об этом уже неоднократно говорила. Кто не знаком, еще знакомтесь, друзья мои. Ну и в этой подборке было бы странно, если бы не был аромат от Шанель. Кстати, сегодня, вот если вы обратите внимание, со словом Нуар, то есть таких действительно вечерних ароматов у меня немало. И еще один аромат от Шанель Коко Нуар. Вот в этом элегантном черном флаконе. Я, кстати, тоже сегодня не случайно в таком, знаете, почти шанельском маленьком черном платьишке, потому что вот такие ароматы требуют элегантности. И Коко Нуар это такой точный аромат. Только это уже вот красивущий шанелевский шипр со своей вот этой шиприночкой, то есть такой колкостью, но в то же время неимоверно тоже женственный, комплиментарный, красивый. И это уже такая, знаете, вот такой шарм от Коко Шанель, от марки Шанель. Я люблю эту марку парфюмерную. И, кстати, хочу сказать, что вот эту композицию Коко Нуар создали два великих мастера. Сам Жак Польш, который долгое время был вот на посту штатного парфюмера марки Шанель, креативным директором, то, что касается парфюмерии. И другой выдающийся мастер Кристофил Шелдрейк, который создал большинство парфюмов для марки Серж Лютанс. Вот эти два великих мастера создали эту композицию, поэтому я действительно считаю шедевром. И это, как я уже сказала, уже шипр. Здесь, знаете, такой, я бы сказала, вот этот шипр действительно тоже с уникс сексовым звучанием. На многих мужчинах он будет прекрасно звучать за счет вот этой вот колкости шипровой. Здесь, конечно, нет удобного мхау, но есть тоже вот эти фирменные шанелевские пачули. Это чувственная база. Старт вот этот классический, такой, знаете, цитрусовый, яркий, как у большинства шипров. А в сердце здесь очень красивые цветы. Вот контраст розы и холодной герани, который тоже может давать вот такое унисексовое звучание. Но очень красивое сочетание. Есть даже мой любимый нарцисс. И в сердце еще есть мягкая нота персика, который как бы вот объединяет все вот эти вот цветы по-разному звучащие. Очень красивый благородный шипр. Нисколько не переслащенный, вот такой, знаете, благородно звучащий аромат таким шанелевским люксом. Прям он тоже от него вот просто веет вот этой роскошью, тоже какой-то статусностью. Обожаю этот шипр. И кто не знаком, тоже очень советую с ним познакомиться. Какой нуар от Шанель. Ну и еще два аромата. Я решила так все-таки, ну, хоть какого-то такого более-менее доступного люкса. Еще один мой любимчик, однозначно, чемпион по комплиментам Dior Addict от Dior. У меня версия 2014 года. Вот в этом темно-синем флаконе. Со мной себя ловлю на мысль, что флаконы в основном темные в большинстве своем. Я вам говорила, друзья мои, что это один из комплиментарнейших ароматов. Эту формулу уже перебрал Франсуа де Маши, парфюмер. Оставил всего пять нот. Потому что первый аромат в 2002 году, когда он вышел, выложил где-то фото, у него была более объемная композиция. Но, тем не менее, этот аромат ничем не хуже. Он сохранил всю-всю вот эту вот специфику первого аромата и красоту звучания. Я вам говорила, что это такая плотная, насыщенная ваниль с самыми красивыми вот белыми цветами в ней. И вот это все звучит в таком, очень таком замесе красивущем. Что этот шлейф за вами тянется просто действительно на метры. Вам делают на них комплименты. И это уже такая женственность во флаконе, не представляя на мужчине вообще этот аромат. Это вот чистая женственность. Здесь яркие белые цветы, и жасмин самбак, яркий апельсиновый цвет. И вот, который еще на старте есть листок мандарина, который дает такую некую, наверное, может быть, сербковатую нотку. Ну и бурбонская ваниль в базе. То есть вот такая плотная, добротная ваниль с этими белыми цветами. Великолепный шлейф, шикарная стойкость. Ну и, конечно же, собирают море комплиментов. И, как мне сказали тоже, что вот за этим шлейфом хочется идти за такой женщиной и ее превозносить, как вам сказали. Что это такая, знаете, женщина с большой буквы. Прекрасный аромат. Обожаю этот парфюм. Это один из тех ароматов, которые всегда должны быть у меня в коллекции. Ну и последний на сегодня аромат. Моя любимая, моя звездочка. Красненькая звездочка от Mugler. Angel Nova. Это тоже очень комплиментарный аромат. Несмотря на то, что старт ягодный, современный. И таких стартов немало. Здесь сочетание розы и личи на старте дает ему вот эту такую фруктово-ягодную сладость. Но, тем не менее, аромат не так прост. Сердце – это, опять же, моя любимая роза. Я обожаю вот это сочетание парфюма, этого, звучание этого аромата. Ну и база – это именно то, что отделяет этот аромат от всех других, вот, похожих на него в плане вот этой вот фруктовой ягодности. Это красивая нота Акигала Вудс современная, про которую я вам говорила, которая именно, как бы, облагораживает, я считаю, этот парфюм в базе. Он очень статусно тоже дорого звучит в базе за счет этой ноты. Акигала Вуд – это современный способ обработки фракции масла почули, я вам всегда вам говорила, который на выходе дает некое такое древесно-перечное звучание, звучащее очень насыщенно и дорого. Вот эта нота делает этот парфюм в базе шикарным. Ну и еще есть смола бензоин. Кстати, парфюмер этого аромата – очень такой востребованный Квинтин Биш. Все вы знаете, создатель знаменитого Иганимеда и флюор-наркотик от Экснехила. В общем, очень такой именитый молодой парфюмер, который очень востребованный. И он сделал эту звездочку для Мюглер. И этот аромат очень многие и комплиментируют, говорят, ой, как вкусно пахнут. Пахнут, ну, это мои подруги, вот итальянские женщины. То есть, ну, я их тоже спросила. Я говорю, а вот что вот особенно вы отметили в этом парфюме? Так вот, она мне четко сказала, этот аромат звучит сладко-ягодно, как многие другие. Но что-то есть у него вот эта изюминка, вот именно в базе, вот эта вот древесная перечность, которая делает его каким-то статусным, роскошным. Вот этот парфюм такой. Я обожаю вот эту звездочку. Это уже, кстати, не первый флакон. Он уже тоже так отпит, но я уже одну тридцаточку сносила. Это мой любимчик, особенно на холодное время года. Все, дорогие мои, был топ-7 ароматов моих таких самых-самых комплиментарных. Конечно же, это не все такие ароматы, но я бы старалась выбрать прям самый-самый-самый. Дополняйте мой список, пишите в комментариях, какие у вас есть такие парфюмы. Буду рада обратной связи. Если что, то вам понравилось это видео, поставьте лайк, мне все это очень приятно. Я надолго не прощаюсь. Увидимся скоро в моих новых видео. Всех вас люблю, всех вас целую. Всем пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok